С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 3 мая. Всемирный день свободы печати. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН. В 1991 году в столице Намибии в этот день подписана так называемая Виндхукская декларация, которая призывала правительство государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер. А в России сегодня отмечают День Кондитера. Праздник тех, кто создает десерты. Если кулинар может накормить вкусно и сытно, то кондитер подарит ничем не сравнимое удовольствие от изысканных сладких блюд. Это люди, которые действительно дарят нам радость. Но важно помнить, что много сладкого, конечно же, вредно. У родившихся 3 мая 1469 год в этот мир приходит Николо Маккиавелли. Итальянский мыслитель, философ, писатель, политический деятель, автор военно-теоретических трудов. Занимал в правительстве Флоренции несколько должностей. Ключевое произведение Маккиавелли вроде бы «Государь». Но есть еще история Флоренции и рассуждение о первой декаде Тит-Ливия, где он представлен как сторонник республиканских идей, а не сильной руки императора. В 1898 году в России рождается Голда Мейер, первый премьер-министр Израиля. Работала прачкой-кассиршей, возглавляла женский отдел Всеобщей Федерации Трудящихся, была первым послом Израиля в СССР, министром труда иностранных дел и, наконец, премьер-министром еврейского государства. После событий 1972 года, когда во время Олимпиады в Мюнхене террористы убили членов израильской делегации, Голда Мейер приказала израильским спецслужбам найти и убить всех организаторов и исполнителей теракта, где бы они не находились. 1910 год, день рождения Ольги Бергольц, русской поэтессы и писательницы, лауреата государственной премии. Ее называли и называют музой блокадного города, Мадонной блокады и просто нашей Олей. О, друг, я не думала, что тишина страшнее всего, что оставит война. Так тихо, так тихо, что мысль о войне, как вопль, как рыдание в тишине. 1921 год. Шугар Рэй Робинсон, Уолкер Смит-младший, приходит в этот мир. Знаменитый американский боксер средневес, признанный многими специалистами лучшим боксером в истории спорта. На любительском ринге он провел 89 боев и во всех одержал победу. Лишь свой первый бой он провел под собственным именем, а потом воспользовался любительским сертификатом другого боксера, чтобы получить право сражаться на ринге. И с тех пор стал зваться Рэем Робинсоном. Став профессионалом, он шесть раз завоевывал звание чемпиона мира. В 1938 году родился российский сценарист и юморист Аркадий Инин. В 1956 году актриса Наталья Андрейченко. А в 1985 году актер Данила Козловский, лауреат премии «Золотой орел» и «Ника». События этого дня. 1101 год. 3 мая. Князь Владимир Мономах заложил в Смоленске Успенский собор, в котором была помещена Смоленская икона Божией Матери. Строительство грандиозного собора продолжалось несколько десятилетий. В 1611 году во время войны с Польшей от взрыва повредили стены собора. Он и поныне остается архитектурной доминантой Смоленска. 1791 год. Сейм в Варшаве принял первую в Европе и вторую послеамериканской писанную Конституцию Речи Посполитой. Это вызывает недовольство как ближних, так и дальних соседей государств, а также многочисленных представителей шляхты, которые отстаивали на территории страны интересы других держав. Наибольшее недовольство документ вызывает у нашей императрицы Екатерины II, которая видела в ней прямую угрозу для своего участия в делах самой Речи Посполитой. 1803 год. Российский император Александр I разрешил учредить в Москве странно приимный дом, впоследствии НИИ скорой помощи имени Скалифосовского. Торжественное открытие состоялось через 7 лет. Первыми жителями приюта стали отставные офицеры и пожилые неимущие горожане, бывшие торговцы, священники, чиновники. Во время войны 1812 года здесь размещался госпиталь, сначала русской, а потом даже французской армии. 1957 год. Постановление о преобразовании колхозов в совхозы. Колхоз, коллективное хозяйство, по закону должен был обеспечивать своих членов жильем, заботиться о престарелых колхозниках, учить и кормить молодежь. В совхозах, в советском хозяйстве, рабочим платили только зарплату. Все остальное было их собственным делом. Так что понятно, почему совхозов становится все больше и больше. 1999 год. Теннисист Евгений Кафельников, первым из россиян, стал первой ракеткой мира. Олимпийский чемпион в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России. Член международного зала теннисной славы. Выиграл 26 турниров ATP в одиночном и 27 турниров в парном разрядах. Пятикратный подряд победитель Кубка Кремля. Ну и последнее. Сегодня Всемирный День Солнца. Дата для того, чтобы мы, естественно, не забывали о правильности использования современных источников возобновляемой энергии. Ведь мы так мало знаем об этом космическом чуде. Если бы Солнце было пустым шаром, то вам понадобилось бы около миллиона планет, подобных нашей, чтобы заполнить его. Возраст нашего светила оценивается примерно 4,6 миллиарда лет. Сейчас Солнце находится примерно в середине своего жизненного цикла. Масса Солнца составляет 99,8% от суммарной массы всей Солнечной системы. Гравитация Солнца примерно в 28 раз превышает гравитацию Земли. А свет доходит от Солнца до нас за 8 минут, чтобы согреть нас или чтобы... С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.